Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается тотальной идеализации парня. Автор вопроса влюбилась, по сути, заочно, зная только имя человека. Не возраст, не характер, не что-либо ещё. Долгое время любовь происходила на расстоянии без непосредственного общения. После этого была предпринята попытка написать в социальных сетях, где парень показал себя, значит, не случай странный. Автор пишет про то, что для него приемлемы измены, пренебрежительное обращение с девушками и так далее. Вот. В процессе автор высказывает готовность терпеть подобное. То есть, по сути, по сути, соглашается на такое к себе отношение, на такое обращение с собой. Вот. Но после того, как всё-таки между ними состоялся диалог вживую, она поняла, что неинтересно парню. Она поняла, что, ну, как-то вот, не заинтересовало его, скажем так. И, значит, теперь она хочет вытеснить. Она теперь хочет вытеснить. Ну, по факту. Любовью к другим, ну, мужчинам. Вот. Любовь к этому человеку, по большому счёту. Как она сама говорит. Ну, как она сама говорит. Вот. И, в общем-то, вопрос в данном случае. Вопроса в данном случае никакого не задаётся. То есть, человек не задаёт вопрос, просто вот рассказывает историю и всё. Говорит о том, что ну вот да. Пытаюсь, значит, пытаюсь, значит, кого-то любить, вот. Но, значит, всё равно, как бы, ну, мыслями, мыслями, всё равно возвращается, как бы, вот, к нему. Мыслями всё равно возвращается, она к этому человеку. Вот. Значит, что хочется сказать? Ну, во-первых. Во-первых, хочется сказать то, что идеализация никогда не бывает на ровном месте. То есть, идеализация, в данном случае, это следствие. Это всегда следствие. Определённых ограничений, определённых, если угодно, потенций, которые есть в вас. То есть, где-то как-то вы, получается, получается себя ограничиваете, где-то как-то получается вы себя зажимаете, где-то как-то вы себя подавляете. Подавляете, и это так или иначе вот приводит к тому, с чем вы сталкиваетесь. То есть, это приводит, вот, к, ну, вот, к тому, что, ну, к тому, что вы начинаете идеализировать очень, ну, очень сильно. Мужчину, вот, вы начинаете идеализировать очень сильно человека, а потом, соответственно, в нём, значит, разочаровываетесь. То есть, это, в принципе, вообще вполне такая естественная реакция, это вполне естественная такая модель поведения. Когда человек боится сближаться, боится, ну, как-то, значит, себя проявлять, да, с одной стороны, с одной стороны, боится себя проявлять. С другой стороны, вот, как-то хочется себя проявлять, да, и как-то вот, ну, хочется какого-то общения, да, какой-то вот коммуникации, вот, какого-то, ну, диалога какого-то хочется. То есть, как бы, это нормально. Ну, человек боится, вот, в данном случае получается так, что, получается так, что боитесь вы, в данном случае получается так, что опасаетесь вы, и вот, как бы, ну, соответственно, возникает вот такая история, что здесь нужно, в первую очередь, наверное, смотреть на то, чего вы опасаетесь, чего, ну, чего вы боитесь. Вот, здесь нужно, в первую очередь, наверное, смотреть, смотреть именно на вот эти вещи, как мне кажется. То есть, вот, говоря о, ну, говоря об идеализации, да, говоря об таких вещах, как вот, ну, возвеличивание человека, вот, и последующее разочарование, последующее разочарование в нем, имеет смысл рассматривать именно какие-то, именно ваши, какие-то потребности, ваши желания. То есть, вы просто, в данном случае фиксируетесь как бы не на самом человеке, а вы фиксируетесь как бы на своем состоянии, ну, на своем состоянии с ним. Вот, и это очень важно понимать, что вам, вот, ну, важно как-то больше ваше состояние, которое вам не хватает. Вот, отсюда, соответственно, потребность заменить, ну, одну любовь, как вы говорите, другой любовью, да, то есть, вот, в этом штуках. То есть, ну, почувствовать себя, так, как вам хочется себя почувствовать, да, любой ценой, ну, любой ценой. Это неплохо, то, что вы хотите себя так, ну, почувствовать. То есть, это совсем неплохо. Но просто, вот, наверное, в данном случае речь идет как-то о том, что вы становитесь, ну, зависимой, да, то есть, это вот, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, опять же, это очевидно, да, что вы, вот, становитесь зависимой. И ничего хорошего, там, по итогу, ну, по итогу, из этого получиться, ну, не может никак, никак. Вот, то есть, я надеюсь, вот, как раз, что вы постараетесь увидеть, что есть, вот, определенный ваш внутренний конфликт, вот, который, в том числе, может быть связан с вашей мамой. То есть, этот конфликт может быть связан именно с тем, что вы слишком, например, близко находитесь, допустим, к своей маме, да, то есть, вот, вам хочется, ну, условно говоря, там, от нее какой-то свободы, ну, ну, больше, больше свободы хочется. Вот, вот, а, получить эту свободу, например, у вас нет возможности, вот, либо вы боитесь, да, либо вам, вот, как... Как-то, ну, как-то кажется, что вы не справитесь, например, вот. То есть, тут вариантов, ну, тут вариантов, в принципе, может быть довольно много, на мой взгляд. Сюда же можно добавить вашу тенденцию к стеснению, к стыду, к страху, да, к, ну, определенной, скажем так, может быть, робости, то, что вы, вот, в целом, человек, вот, такой, ну, нерешительный, может быть даже, где-то, где-то, где-то пассивный, вот. Вот это все нужно учитывать. Конечно, когда мы говорим о проблематике, с которой, с которой вы столкнулись, чувствуется, вот, некая, некая такая изолированность, да, и чувствуется такая вот некоторая несвобода, что ли, вот. Ну, у вас конкретно, вот, именно вы, именно вы, на мой взгляд, вот, так себя, ну, в данном случае чувствуете, в данном случае ощущаете. Вот, и это, конечно, очень, эм, подавляет вас, это, конечно, очень, очень сильно, эм, давит на вас, это, конечно, очень, э, сильно, э, может быть, ну, может быть, даже, вот, знаете, как, э, деморализует, деморализует вас. Вот, и, в общем-то, с этим, как мне, э, кажется, э, в первую очередь нужно, нужно работать. Вот. То есть, э, в этом, э, ключе, да, в этом, в этом ключе, в этом смысле, э, вам, на мой взгляд, и нужна, собственно, э, собственная помощь. Вот. Это, вот, то, что, для, ну, то, что для вас может, э, сделать, как раз, э, психолог. Вот. В этом смысле. Э, мне показалось, значит, 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 что, э, ну, вот, не всё, не всё хорошо. У вас, э, в отношениях с вашей мамой, да, не в смысле того, что они должны быть, там, идеальными какими-то, а именно в смысле того, что, ну, у вас, э, как бы, есть, э, вот, э, определенные, э, э, так скажем, э, э, ну, определенные рэкетные чувства к э, э, маме. Вот. То есть это какие-то обиды на неё, это какие-то, какие-то ожидания от неё, это, э, э, значит, э, ну, какое-то такое, вот, э, специфическое, вероятно, э, к ней отношение. Вот. И опять же, э, э, здесь момент, э, важный момент заключается не в том, что должно быть по-другому, как-то. А здесь момент заключается в том, что, э, вам это, э, как мне кажется, э, мешает. Э, вас это сбивает с, э, ну, какого-то, вот, э, э, своего пути. Э, вот. И, э, всё вместе, э, всё, всё вместе. Это, э, создаёт такое, вот, э, э, ну, ощущение, что вы, э, ну, в ловушке, да, может быть, э, что вы, э, кто вот, э, не знаете, э, там, что вам делать, да. Э, э, как себя вести и так далее, ну, вот. Э, э, и факт остается фактом, э, что вы хотите любви, э, то есть есть потребность любви у вас. Э, вот, потребность в любви, э, э, не является, э, чем-то, плохим. Э, э, вот, потребность в любви, э, э, в принципе является, э, э, нормальным, э, 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 таким, э, э, желанием, э, вот. Но вопросы вызывает, э, только то, как вы это делаете. То есть в результате чего появляются, вот, э, подобные у вас реакции. То есть если говорить прям, э, вот конкретно, да, конкретно, то когда вы пишете, например, о том, что, э, допустим, я стал о нем постоянно, э, постоянно думать, вот. То есть вот вы говорите, да, что я, там, готов, там, на что-то и так далее. То есть вот это вот момент, когда с вами что-то происходит, момент того, как, как вы обращаетесь, э, со своими, ну, переживаниями. Вот это вот, э, что-то произошло, да, что-то случилось, э, вот, э, ну, э, значит, э, ну, э, столкнулись, э, э, с определённым опытом, э, вот. То есть, ну, вот, какой-то опыт у вас, э, э, появился, да, и вот то, как, как вы, э, с этим опытом обращаетесь, э, очень важно, потому что, э, сейчас, похоже, вы его совсем не замечаете. Не замечаете, не разграничиваете его, 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 то есть, как бы, ну, вот, э, что-то происходит, да, просто, ну, что-то происходит. А, вот, ну, просто, вот, что-то происходит, что-то, ключевой, ключевой момент, э, что-то. А, э, а, что именно происходит, да, вы, условно говоря, не знаете, или, вот, не догадываетесь, или, значит, как-то, вот, вообще, может быть, даже, э, может быть, даже не хотите, э, об этом, может, ну, знать об этом не хотите, да, не хотите, э, о, по. Как-то, ну, получше, в этом, в этом разобраться, вот. Хотя, это очень важная вещь. А, и, в целом, ну, есть ощущение, что вы достаточно инертно, вот, ну, 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 довольно инертно двигаетесь по жизни. Вот. Без, вероятно, какой-то своей, ну, цели, да, без, вероятно, без, собственно, ну, без своих ориентиров вы двигаетесь. Вот, что тоже, конечно, вызывает довольно серьезный вопрос. Ну, потому что очень легко манипулировать человеком, да, очень легко как-то, как-то вот сбить человека с пути, например. Когда он, э, ну, не, когда он, э, когда он, э, сам, он сам не понимает, что, чего хочет, например. Вот. То есть, вот, довольно легко сбить его с пути, к сожалению, к сожалению, к сожалению, к большому, к большому, к большому, к большому сожалению. Вот. И вот, как бы, в этих направлениях я и думаю, что вам нужно двигаться потихонечку, вот. То есть, как-то, вот, не менять, да, мужчин, там, не пытаться, там, влюбляться в кого-то, да, и все, а именно, вот, в себе разбираться в своих, э, противоречиях, вот. В своих желаниях, в своих, э, значит, ну, там, э, страхах, если они есть, да, если они присутствуют, вот. И дальше уже, я думаю, будет, э, э, как-то более понятно, что вам делать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ, э, был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего, э, самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует. Продолжение следует...